Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Это продолжение вопроса о догоню и причиню добро. Я очень много лет жила в этом состоянии и проработала, убрала все, перестала. Кстати, это очень классно. Но появилась другая проблема. Сделать что-то, чтобы получить похвалу. Вот я не могу понять. Я как бы нуждаюсь в похвале. Даже месяц назад заметила то, что сама себя хвалю. Ой, Катя, молодец, я сегодня заработала тысячу долларов. Я молодец. Я молодец, я борща сварила. Это классно? Почему-то я нуждаюсь даже от всех. Я приготовила, ты мне не сказала спасибо. Ага. А, это не хватает любви. Это внутреннее... Все-таки, да? Да. Я же тоже за любовью. Смотри, то, что ты сама себя хвалишь, это прям круто, потому что это я задание даю людям, у которых сахарный диабет. Вот у кого сахарный диабет и есть знакомые, кто болеет или там этот, просто попросите, чтобы человек себя похвалил. Вот он глюкометр втыкает, замеряйте сахар там в 9 единиц. Скажи, похвали себя за что? Ему будет очень тяжело вообще выговорить, и он не найдет ни одной вещи, за которую он себя может похвалить. Потому что хвалить себя можно даже за то, что ты проснулся сегодня утром, и у тебя ничего не болит. За то, что ты кровать заправил, за то, что ты поел вкусно, зубы почистил. То есть за каждое действие ты должен себя хвалить. Короче, через 5 минут 2-3 единицы сахар снижается. Вот прям похвалил, меряешь, и прям сахар падает. Это отсутствие внутренней похвалы, это те люди, которые не умеют себя хвалить. То, что ты себя хвалишь, ты крутая, это хорошо. Дальше продолжай. То, что ты у людей вымогаешь похвалить и меня, это очень сильная нехватка любви к себе, и ты поэтому ее хочешь набрать. Ну как бы твоя душа еще не наелась. И поэтому очень чаще надо обниматься. Потому что когда идет энергообмен, вот этот вот, мы еще сегодня будут упражнения перед перерывом, когда мы будем со всеми обниматься друг с другом. Поэтому больше со всеми обнимайся и прям старайся не то, чтобы взять, отдать старайся. Потому что тебе все равно впихнут, но ты отдавай. В общем, задача отдать свою любовь, чтобы она дошла до адреса. И так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...